Русская земля, Родина моя, Ловляюсь в тебе. Они пели о родной земле, о доброте, о любви. Пели вместе, на одной сцене. Обычные дети и дети особенные. Ребята из Сергеева-Пасадского детского дома для слепоглухих на этой сцене давно чувствуют себя уверенно. Здесь они не новички. Не имея возможности выразить в голосе мелодию и слова, они выражают все в мимике и жестах. И выступление их получается от этого не менее яркое. Воспитанники Филимонковского детского дома известны своими яркими актерскими талантами и в России, и за ее пределами. Сегодня они выступали и сами, и вместе с другими юными артистами. Видновчанин Максим Панов вместе с детским ансамблем из города Раменска исполнил песню «Дорога добра». Максим верит, доброта поможет нам справиться со всеми бедами. Самая твоя большая мечта все-таки? Это, конечно же, выздороветь. Подобной мечтой живет каждый особенный ребенок. И мы, пусть и не врачи, способны хоть немного, но воплотить эту мечту, считают ребята из детского ансамбля «Камертон». Общаюсь не только с обычными детьми, которые я знаю, а дети, которые я никогда их не видела, и не чуть-чуть такие же дети, но немного другие. Я могу подарить им радость, я вковал песню. На сцену в этот день вышли и известные артисты. Роксана Бабаян, Михаил Державин, а также к нам в гости приехал ансамбль «Песниры». Но самым ярким выступлением стала финальная песня. Ее исполнили все участники концерта, все, кто подготовил этот праздник, кому важно, чтобы в нашей стране не было больных и брошенных детей. Среди выступающих были почетные гости Геннадий Зюганов, председатель КПРФ и министр образования Восковской области Марина Захарова. Будет небо, пусть всегда будет, мама, пусть всегда буду я. Мы видим детей, на которых по тем или иным причинам, по тем или иным возможностям, нам кажется, что эти дети не смогут освоить общеобразовательную программу, что у этих детей, может быть, не все будет получаться так, как у других детей. И мы видим, насколько блестяще выступают эти дети, какой восторг они вызывают у зрителей. Мы сегодня увидели очередной раз улыбки на лицах детей, увидели то, что дети счастливы. Когда ты понимаешь прекрасно, что у них зародилась частичка того, что взрослые для него что-то сделали, это приятно, а значит, наша стать достигнута. А после концерта все вышли в парк и посадили несколько десятков кустарников. Такое завершение праздника стало уже традиционным. Татьяна Брылова и Адамья Анастасия Нурхунова. Видное ТВ. Адамья Анастасия Нурхунова. Субтитры сделал DimaTorzok